Про Молдову я обещал. Президент Молдовы Майя Санду подтвердила сегодня, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию в ее стране, чтобы привести к руководству ставленников Кремля, о чем ранее Кишинев предупреждала украинская сторона. Михаил, как думаете, зачем это Путину? Предположим, что случается переворот и к власти приходит прокремлевская, настроенная политическая, пророссийски настроенная политика. Какое может быть развитие событий после этого? Нет, ну это то, что, видимо, планировалось. Я когда увидел этот план, ну не детальный, а так общий, когда Майя Санду его огласила, то это было узнаваемо. Это же очень похоже на Крым какой-нибудь, например, или на Абхазию. Это все абсолютно в российском духе и в российских правилах. И они в Черногории пытаются такое провернуть, убить даже действующего то ли премьера, то ли президента в этих целях. Поэтому все это очень похоже на правду. И мало того, что значит похоже. Я уверен, что у России такой план есть, физически написанный на бумаге, он есть. Я не знаю, настоящий к нам план, это же через Украину передано, настоящий нам план попал в руки, ненастоящий. Но то, что он есть, я не сомневаюсь. Дальше, второе, в чем я не сомневаюсь, что в прошлом году, в мае месяце, россияне пытались захватить Молдову физически, опять-таки, своими войсками. Они это особо и не скрывали, это говорили и по телевизору. И вот эти их действия в устье Дуная, вот эти обстрелы затоки и захват острова Змеиный уже как место для ПВО, когда они перебазировали туда много достаточно каких-то вооружений. Все это имело своей целью захват Молдовы. И это был настоящий риск, реальный. То есть, если бы они прорвались тогда до Молдовы, то у нас был бы вот еще один фланг войны из Молдовы, как минимум из Приднестровья. А из Приднестровья они пошли бы на Кишинев, а в Молдове нет такой армии, как у нас, и Кишинев бы они взяли. И вот мы имели бы Молдову, которая вроде как независимое государство, только вот с квази каким-то российским режимом. Они таким образом, кстати, брали Латвию, Литву, Эстонию в 1940 году, зайдя войсками, при этом вроде как договорившись с властью. Я помню, что президент Ульманис тогда Латвии, я не помню, я не знаю, кто был в Эстонии и в Литве, потому что я там не жил. Но в Латвии президент Ульманис выступил по радио, какой телевизора не было, по радио, и сказал Латышам, что все спокойно, ну зайдут сейчас русские войска, говорит, но вы оставайтесь все на своих местах, а я остаюсь на своем. То есть ему пообещали, что он остается с президентом, войска зайдут, встанут на свои какие-то базы, потому что нужно обеспечить безопасность Петербурга, Москвы и так далее. Но уже через очень короткое время, по-моему, через недельку, Ульманис был в городе Туркменбаши, который, я не помню, как тогда назывался, ну, короче, в лагере в Туркмении. А страна была оккупирована, были проведены фейковые выборы, где победили, естественно, коммунисты, и всем до свидания. А 50 тысяч латышей отправились в Сибирь в вагонах для депортированных, при том, что всего латышей-то миллион, 50 тысяч из них уехали в Сибирь. Поэтому в Молдове было бы то же самое, узнаваемый сценарий, достали бы старую папочку, вот. И военным путем было сорвано нашей армии все это, просто нашей армии было сорвано это наступление, благодаря тому, что потопили крейсер Москва, что освободили остров Змеиный, и еще наверняка много чего, о чем я не могу сказать, потому что не знаю. А почему у них не получилось вот такой переворот, ну, видимо, его надо обеспечивать, и через чужую территорию очень сложно, понимаете. Когда ты заходишь в Латвию, у тебя есть с ней граница, то понятно как. А когда ты не смог военным путем построить коридор из Крыма, условно говоря, в Молдову, то непонятно. Через Румынию не пройдешь, через Украину не пройдешь, все, до свидания. Как поддерживать-то этот квази-режим? Его свергнут завтра. Глобально вы думаете, что Путин хотел, оккупировав Молдову, Приднестровье, а, соответственно, и Молдову в дальнейшем с Кишиневым, вот этот план СССР 2.0 или 3.0, как угодно, воплотить в виде части оккупированной Украины, Крым и части областей Молдова, Беларусь и вот такой себе... Он же говорил, что это самая большая геополитическая ошибка была для развала Советского Союза. И вот он как раз... А в прошлом году было ровно 100 лет со дня создания. Изначально такой был план? Да, конечно. Лет-то 100, но процентов на 100 я уверен, что этот план есть, что его никто не отменял, другого плана у них нет. Если вы заметите, они действуют как, россияне? Ну, по-военному. Пока есть план А, никто не приказывал его остановить, мы действуем по плану А, мы не запускаем никакой план Б. Почему они продолжают бомбить энергетику, когда уже весна на носу? Потому что план А, он введен в действие. В этом году, согласитесь, Михаил, погода прямо на нашей стороне. Такой теплой зимы я не помню, вообще не помню, в принципе. Не только вы. Вы-то молодой человек, но, как говорится, за историю наблюдений, которая длится 140 с чем-то лет, я вам скажу, что вот были дни в начале января, я смотрел, когда за все 140 лет установлен рекорд в эти дни. Но что интересно, по сравнению с прошлым рекордом, это теплее на 5 градусов. Вы представляете себе, на 5 градусов, это нереально, да? Не на полградуса, а на 5. Ну, в те дни, когда было плюс 12. Вот. Значит, да, действительно, все на нашей стороне. Тут вообще как бы грех жаловаться, и некому, собственно, особо туда. И так нам помогает вообще сверху бесконечная, мне кажется. Вот. У Путина есть план восстановления СССР. Я уверен, что это его цель, его жизнь, его правление. И он начал войну, в том числе, для этого. И, конечно, вопрос был только в очередности. В очередности. То есть он посчитал, что Украина ключ. И он, наверное, справедливо это посчитал, что Украина ключ. Просто можно пытаться... Вот я понял, что мне это напоминает. Ой, знаете, так смешно. Сейчас я вдруг сообразил. Я же когда-то работал с Березовским, и он когда-то мне сказал следующую фразу. Ну, я так, я же там то в одном проекте, то в другом. Это не то, что я там вот... Не всеохватывающе, да? Я же не Березовский. Ну, я там в одной стране для него что-то делал, в другой стране для него что-то делал, по его поручению. А потом меня позвал, показывает мне карту системную. Вот карту, Миша, посмотри, говорит. Вот мы, ну мы как контора, как коалиция, да? Мы имеем успехи локальные. Вот мы в этой стране смогли там более-менее в пользу демократии отлучить ее от России. Вот в этой, в этой, в этой. Но здесь уже контрреволюция. То есть Янукович. Тогда Борис про Януковича говорил. Вот здесь вот так, здесь так. То есть пока мы, говорит, не возьмем Москву, все наши локальные успехи, они будут купировать. Потому что у них огромная сила, деньги и все что угодно. И пока вот надо брать Москву, говорит. Так вот я сейчас вспоминаю и ставлю себя на место Путина. И он же учился в том числе в чему-то, в Березовской, я думаю. Он тоже попробовал что-то оттяпать у Грузии, что-то там на Донбассе, что-то там в Приднестровье. Но это не решает глобальные проблемы восстановления СССР. Он сказал, где ключ? Ключ в Киеве. И это правда. Если, ну то, что Беларусь, он может вроде как, негласно говоря, в любой день объявиться. А вот если бы он захватил Киев и сказал бы, вот они, три страны, Россия, Беларусь, Украина, мы вернули то, что распадалось, при денонсации Беларусьских соглашений Молдова вроде как автоматически входит обратно, вроде как Казахстан автоматически. То есть непонятно. У всех становится непонятный статус. У всех непонятно. Нет, понятно, что каждая страна скажет, у меня декларация независимости, но статус... Нет, ну по Казахстану, мне кажется, тут очень много вопросов. Тут уже появились над Казахстаном зонтики в виде больших, сильных игроков. Конечно. Но это все потом появилось. Это появилось тогда, когда Украина себя отстояла. 24 февраля этого зонтика не было. Этот зонтик появился летом. 24 февраля зонтика ни над кем не было. И про Казахстан они начали говорить, когда они не смогли взять Киев, они стали говорить про Молдову вслух, про Казахстан вслух. И была целая большая эпопея. Вот мы уже забыли, война, столько всего событий. Сувалский коридор, вы уже, наверное, забыли это словосочетание. А весь май, июнь, июль мы говорили постоянно про Сувалский коридор. Путин собирался в Гробно, не доехал, Лаврова послал, чтобы наблюдать физически этот коридор и так далее. И тогда они думали, ну, как бы Украине не получилось, мы сейчас вот туда пойдем, на Польшу или на Литву, скорее всего, собирались идти. Невзоров, кстати, предупреждал, что как только они проиграют под Киев, он заранее до войны еще предупреждал. Они решат устроить вторую войну, чтобы замять эту, там, где получится. Грузия он называл, там, Казахстан, Литвы. Чтобы показать какую-то маленькую псевдопобеду, чтобы оправдаться, мол, чтобы запомнился о чем-то. Именно так, именно так. Но у них в Литву они испугались идти, потому что они увидели мобилизацию НАТО в защиту Украины и поняли, что если уже защита Украины так мобилизуется, то что будет в защиту Литвы? В Молдову у них физически не получилось, именно физически. В Казахстан не пошли, потому что зонтик неожиданно образовался китайский. Ну, а Грузия пока везет, не знаю почему. Наверное, они пока больше используют ее как канал поступления подсанкционных каких-то товаров и услуг, поэтому не захватывают ее вместе с Арменией здесь. Азербайджан тоже имеет зонтик, как мы понимаем, турецкий. Поэтому остается в Грузии Армении еще. Вы вспомнили Бориса Березовского, вот и там помогли с демократией, там помогли, а где помогли? Я знаю, что участвовал финансово, в том числе в 2004 году Борис Абрамович помогал финансово тогда. Я не знаю размеров этой помощи, может, вы знаете, можете озвучить. Уже сейчас время-то прошло, и уже Березовского нет. И где еще происходила вот эта помощь демократию? Так как я там работал в качестве политтехнолога, я, естественно, ничего не могу озвучивать и ничего не хочу, потому что все это, ну, я же беру на себя обязательство, что все будет являться тайной. Есть то, что сделал нетайный сам Березовский. Вот про это я могу говорить. Он сам сделал нетайный участие в Майдане деньгами, и, по-моему, называл сумму, я не помню, это он или кто-то около него, но называлась точно сумма там 40, что ли, то ли 40, то ли 50 миллионов долларов. Это было, это вот все называлось давно, поэтому это не мое. Второе, что я могу озвучивать, почему? Потому что он это дал в показаниях суда в Лондоне против Абрамовича, когда судились, то я могу сказать, что это уже тоже перестало быть секретом, что он в Латвии купил самый большой телеканал страны, просто самый большой латышский канал, и заодно построил еще и самый большой русский канал, которого я был директором. Ну, и латышский я там тоже, в общем, присматривал, скажем так, от имени Абрамовича. Это было вложение в эту самую демократию, потому что Латвия тогда, в общем, стояла перед выбором. Евросоюз, НАТО или же с Россией. Это было еще все не решено. Вот в момент покупки канала это все было не решено. Он там не вмешивался в политику, но вмешивался в медиа. Это тоже большое вмешательство, согласитесь, достаточно важное. И мы привели туда, в эту самую Латвию, Ньюс Корпорейшн. То есть мы продали этот канал и потом Ньюс Корпорейшн американцам. И получилось, что свободная американская публичная компания, публичная американская компания из Нью-Йоркской биржи, купила крупнейший медиахолдинг Латвии. Это было, я считаю, очень важным. Одним из важнейших факторов того, что Латвия сегодня в НАТО и в Евросоюзе. Понятно, что важнейшим было желание народа, это само собой. Но дальше вот еще и это, что это же могли россияне купить. Вы понимаете, ведь борьба-то была какая-то. Это продавали местные акционеры, которые, ну, ребята местные открыли телевидение, там все такое, выросли с нуля, самодеятельное такое, вырастили до большой доли его. И понятно, что русские делали предложение, делали очень соблазнительное предложение. И нам нужно было как бы объяснить, что ценностно нужно идти с нами, а не с русскими. И мы это объяснили. А вторым холдингом, второй холдинг купили шведы. И получилось, что два главных конкурента, это американцы и шведы в Латвии в медиа. И это, я думаю, большую роль сыграло. Вот пример еще один. А остальные я не могу говорить, причине того, что о них не говорил сам Березовский. И они до сих пор не являются предметом публичной информации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok